сегодня поговорим о тюнере eclone b6 metal 2 это продолжение очень популярной модели eclone b6 который был хитом в свое время но вот выпустили продолжение вторая версия этого тюнера и сейчас мы посмотрим на комплектацию в комплекте идет кабель тюльпан с выходом видео и 2 аудио такая мануалочка с надписью b6 metal в 2 он этот продолжение идет в металлическом корпусе в инструкции все описано ну и короткая инструкция как обычно всегда уложит так дальше у нас комплекте идет пульт он немножко обновленный чем у старых моделей сейчас я вам покажу вот видите такой уже более посовременнее как современных тюнеров сейчас покажу какой был раньше раньше вот такой дел шел тюнер с тюнером в комплекте пультик такой маленький ну а сейчас уже немножко обновили кнопки такие более удобные на этот пульт мне более нравится более такой интересный вариантик надписью eclone b6 дальше у нас в комплекте идут батарейки но по традиции их ложатку даже без них это хорошо ну и вот сам кинорок посмотрите какой он внешне сейчас мы снимем эту пленочку чтобы все было видно но вот здесь надписью клан b6 версия 2 usb разъем впереди и панели с циферблатом так корпус металл отверстия все есть для вентиляции то сзади сейчас посмотрим есть у нас антенный вход входа rs вход и usb для подключения wi-fi адаптера или карты памяти hdmi выход и выход аудио-видео ну и питание 10 ватная встроенная в этой версии ну и спереди у нас кнопка включения кнопка переключения и еще один и usb выход ну а теперь посмотрим подключим его к телевизору и посмотрим что какая прошивка что есть внутри так при выключении у нас появляется заставочка и клан эта версия 2 имеет внутри процессор jx 6605 с можно использовать данный тюнер как айпи тиви и у детей приставка он прекрасно работает с айпи тиви листами есть несколько кинотеатров мига гол youtube погода но я думаю обновим поставим новый дамп чтобы было больше плюшек ну и более поинтереснее вот видите какое у нас меню так сейчас надо посмотреть какая у нас версия прошивки версия прошивки у нас сейчас мы найдем меню у нас так от 17 08 21 года но на данный момент это просить последняя версия версия 1 и 2 ну что попробуем его прошить найдем сейчас на флешку я скачал на сайте я рекс от дамп поставим на флешку и сейчас мы с флешки установим последнюю версию прошивочки ну и пройдемся по меню посмотрим так сейчас покажу как прошивать нужно выбрать меню обновление по ставим флешку выбираем доступ к файлам и ищем на флешке сам дамп саму прошивку вот видите у меня она подписана икон до 6 металл в 2 нажимаем окей выбираем эту прошивочку и кнопочкой окей нажимаем потом выбираем пуск и нажимаем кнопку окей и ждем пока идет прошивка очень важно прошивку нужно ставить для ее клана b6 metal версия 2 ни в коем случае не ставьте прошивку из обычного и клан до 6 потому что вы получите кирпич здесь железо немножко отличается поэтому нужно ставить и уже вторую версию это тюнера именно эту прошивочку с надписью в 2 так что запомните это чтобы не получился вас кирпич принципы по внешне очень похожи но несовместимые так вот пошив прошивочка установилась тюнер наш перезагружается и сейчас посмотрим ну для начала сейчас посмотрим вот видите есть но это с дампом же стоит настройки целых это эмулятор он включается и выключается с помощью комбинации 6836 если у вас нет вот такого раздела настройки целых набираете комбинации на пульте 6836 окей и включается эмулятор где можно настроить хитрый просмотр и вводить без ключи так что ну что пройдемся по меню вот настройка целая есть но следующее еще что можно настроить антенна я антенну не подключал к тюнеру потому что у меня что-то там с настройками но в принципе она одинаковый выбираете себе спутник десек 1 и 0 и выбираете себе например остров всегда стоит у меня порт 1 выбираем амос будет порт 2 или 3 в кого калкину и хорберт и добавляете еще какие у вас там нерелочки 75 и 36 градус еще кто смотрит тоже выбираете выставляете свои порты это уже в принципе не проблема у меня просто после ветра немножко антенну нужно покрутить пошаманить поэтому я сниму обзор потом займусь антенной так ну вот первое меню это редактор канала кнопка 1 удаляем 2 настою 3 ну фавориты 4 замок ну и так далее дальше у нас установка времени выставляете часовой пояс летнее время можно включить выключить ну и дальше как получится потом установка таймера тоже можно настроить вставляем язык мин меню язык аудио авая установки тоже выбираете соотношение сторон и под свой телевизор настроить и как вам удобно память громкости вот звук и аудио так дальше установили блокировки блокировка меню блокировка канала и изменения пароля установка к sd здесь прозрачность меню выставляем сколько вам удобнее процента ну я как всегда ставлю 10 задержка sd тоже можно выставить кто как любить переключение каналов черный или зависает картина и запас переключения можно установить что переключение тюнера включался с айпи тиви или спутниковый сигнал дальше у нас идет настройка изображения тоже под свой вкус настроим изображение настройка сети берем вай-фай адаптер данные тюнеры поддерживает вай-фай адаптеры 7601 и 53 так ну 7601 я использую вот подключаем вот выбираем это меню здесь нужно ввести пароль от своей сети и кнопочкой ok сохраняем данный пароль и подключаемся все я подключиться к своей свечи вот такая появилась галочка и к сети вай-фай адаптер подключен дальше у нас есть настройка панели можно яркость высокий низкий ну чтобы на глаза не било можно оставить низкий высокий лет отображения можно поставить на мой номер канала или время и дальше это все сохраняем информация о системе но как я говорил уже есть последняя версия на данный момент 17 08 21 года но может выйдет новая версия потом можно все прошить сброс на заводские настройки обновления п.о. я уже вам покажу завод как это делать можно сохранить дом и настройки c с помощью пароля 6836 можно активировать здесь первом разделе здесь настройки шары можно ввести свой сервер и смотреть и кодированные каналы в общем дальше идет редактор ключей без есть поварю поварю авто ключики дри крипт и ключик век с дальше установка задержки тоже можно настроить ну и переходим к следующему здесь установки антенны я уже вам показывал дальше настройка позиционера это настройка мотора у кого есть антенна с мотором можно тоже настроить есть пункт меню кстати этот тюнер хорошо работает с мотором список спутников можно для сканирования выбрать спусте список транспондеров здесь тоже можно выбрать транспондеры которые вам интересно чтобы полностью спутник не сканировать и синей кнопкой нажать пуск и все она отсканировать очень удобная цель дальше у нас есть вот и интересный интернет функция первый раздел это айпи тиви выбираем красной кнопочкой источник айпи тиви и выберем например какой лист будем смотреть но давайте сейчас посмотрим но я так нам год сейчас давайте вот этот 10 5 листа устроенных много поэтому можно выбрать канал и вот поэтому можно это тюнер использовать без антенны ну давайте сейчас какой-нибудь посмотрим канал как запускается и 5 давайте вот на это что-то канал и конечно не все работают в 5 листах но большинство работает давайте вот этот посмотрим так нажимаем кнопкой окей канал пошел и вот идет изображение идет фильм айпи тиви работает можно подыскать каналы большинство с них рабочие так что свободно можно все использовать без антенны следующая у нас раздел это кинотеатр здесь очень много интересных фильмов разбиты они все по категориях ну давайте сейчас какой-нибудь фильм выберем запустим посмотрим как они будут работать фильмы все вот картинка и название фильма давайте какой что-нибудь полистаем ну давайте например запустим запустим вот этот фильм здесь описание фильма и включаем и картинка фильма пошла в этом кинотеатре фильмы запускаются довольно быстро часто есть новинки для просмотра можно смотреть неплохой такой как бы бонус в этом тюнерке раздел здесь разбитые фильмы сериалы теле шоу hd качество боевики драмы для детей комедик клуб мультики ну и поиск все как положено еще есть кинотеатр синоплекс тоже здесь фильмы разбиты по категориях 19 18 17 год это уже ну давайте сейчас первый попавшийся фильм запустим тоже включаем и но здесь видите немножко души приходится ждать но все-таки ждем так ну что то да вот пошел фильм работает данное приложение правда немножко медленнее чем перед этим ну что пойдем дальше по меню выходим с этого меню что у нас дальше есть дальше есть skylight это здесь тоже айпи тиви здесь много областных каналов и идут они довольно быстро хорошо неплохой тоже бонус здесь очень много каналов вот нажимаем кнопку окей смотрим список каналов здесь видите региональные разные каналы вот одесский там днепропетровский разных городов и запорожские все каналы работают очень много тоже можно выбрать как бы неплохой бонус и каналы запускаются довольно быстро и идут неплохо тоже можно это все смотреть следующий кинотеатр мегагол но мне мегагол не очень нравится в тюнерах потому что много фильмов невозможно посмотреть потому что они на платные можно поискать но в этом тюнере есть более интересная кинотеатра но давайте все что-нибудь попробуем может мультик запустить запускаем мультик давайте какой-нибудь выберем да мне каком я говорю мегагол мне очень не нравится что-то он долго видеть не запускается но мегагол не запустился поэтому не очень он работает или в данной прошивки может будущем поправить но не работает погода погода здесь как всегда замечательно очень полезная функция на 5 дней погоду можно посмотреть по разных городах свой город выбрать и смотреть неплохо погода работает следующее что у нас за приложение youtube сейчас посмотрим youtube какой-то и прошивки youtube а youtube не работает ну вот может в будущем с новой прошивкой поправить но в данной прошивки он не работает есть еще stalker портал у кого есть логин пароль кто зарегистрированы можете настроить смотреть extreme портал но я считаю и без этого здесь хватает функции дела но есть функция просмотра с телефона на телевизоре тоже делая на player также и присутствовать и соты т2 и пи плаер с от 2 и пи плаер но я кстати не знаю что это такое еще не испытывал если кто знает напишите в комментариях что это такое как-то не замечал это но не пробовала кто знает напишите что это как она работает что это за плаер сюда добавили но и делая на дмс вот такие интернет функции ну и есть просмотр файлов видео музыки фотографии связь без флешек вот так данный тюнер у нас поддерживает также 3g модемы вай фай адаптеры и юсб лан адаптеры также работают а и 5 листы с юсб накопителя м3 у принципе неплохое получилось продолжение хита до 6 до 6 металл 2 который идет на данный момент в металле в продаже они появились декабря двадцать первого года неплохой тюнерок хотя некоторые функции на я работает но прошивки на них выходят часто я думаю все обновится